МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Пульс города в студии. Екатерина Иванова, здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Лето прошло, но рейды продолжаются. Какие чаще всего нарушения допускают кандалакшские рыбаки? Путешествия за рубеж по новым правилам вступают в силу изменения в порядок оказания туристических услуг. Награда за высокие профессиональные достижения. Два кандалакшских педагога получили премию имени Ады Стрелковой. Мошенники выдают себя за работников налоговой инспекции и выманивают у доверчивых граждан деньги. Действуют преступники через интернет посредством электронной почты. Они рассылают письма, которые содержат недостоверную информацию. В частности, сейчас жителям сразу нескольких регионов начали приходить сообщения, в качестве отправителя которых указывается Федеральная налоговая служба. В электронном письме мошенники сообщают адресату о том, что в расчете налога, который он уплатил еще в прошлом году, обнаружена ошибка. И предлагают вернуть переплату. Чтобы получить ее гражданину, необходимо указать номер банковского счета или карты. Сотрудники налоговой инспекции обращают внимание граждан на то, что их служба никакого отношения к подобным письмам не имеет. Более того, отмечают специалисты налоговые органы, просто не могут затребовать информацию о физическом лице по электронной почте. В случае, если вы получили письмо за подписью ФНС, не открывайте его и не переходите по ссылкам, указанным там. А сразу обратитесь в налоговую инспекцию. Правительство России решило обезопасить туристов, которые любят отдыхать за рубежом. Уже на следующей неделе вступают в силу изменения в правила оказания услуг по реализации турпродуктов. Поправки призваны оградить отдыхающих от непредвиденных обстоятельств, а также от мошеннических действий со стороны туроператоров. Отпуск должен дарить радость и новые положительные эмоции. Однако минувшим летом отдых многих россиян был испорчен. Сразу несколько турфирм заявили о своем банкротстве, вследствие чего люди остались и без денег, и без путевок, а кто-то попросту брошенным в чужой стране. Новые изменения в правила оказания услуг по реализации туристического продукта призваны снизить возможные риски. Так, согласно поправкам, туроператор должен не позднее суток до начала путешествия передать потребителю оригинал договора. Документы, удостоверяющие право потребителя на услуги, билет на перевозку до пункта назначения и обратно. Ваучер и другие документы, необходимые в поездке. Изменения вступают в силу 30 сентября текущего года. Далее в нашей программе коротко о других новостях. В предстоящую субботу 27 сентября исполнится ровно 12 лет со дня официального открытия международного автомобильного пункта пропуска САЛа. Через эту точку на российско-финляндской границе проходит одна из старейших торговых дорог, которая соединяет побережья Белого и Балтийского морей. Три муниципалитета Мурманской области Териберка, Корзунова и Зареченска остались без паспортов готовности к зиме. Такая информация была озвучена сегодня на заседании регионального правительства. Впрочем, как отмечают чиновники, это не значит, что населенные пункты не готовы к предстоящим холодам. Возможно, причина в другом высоких долгах перед ресурсоснабжающими организациями. Специалисты Мурманского гидромедцентра продолжают мониторинг температуры на водоемах Заполярье. По данным последних исследований, температура воды в реках и небольших озерах Мурманской области составляет в среднем 6 градусов. Горные реки намного холоднее. Температура воды там не превышает 2 градусов. Сегодня в ГКЦ Нива открылась выставка «Узоры нашей Родины». Экспозиция приурочена ко дню дошкольного работника. В подготовке мероприятия приняли участие воспитанники 17 детских садов Кандалакшского района. На выставке представлены рисунки и поделки детей из глины, дерева и других подручных материалов. Всего более 60 произведений. В течение всего этого месяца они будут украшать фаега Кацанева. Полсотни лет работы тысячи успешных учеников уже в эту субботу, 27 сентября. Свой юбилей отметит средняя школа номер 9. На торжественный вечер, посвященный этому событию, приглашаются выпускники, педагоги и ученики. Высокая дом 2. Этот адрес на карте Кандалакши появился ровно 50 лет назад. Строители постарались и успели сдать объект к началу нового учебного года 1 сентября 1964 года. Образовательное учреждение впервые распахнуло свои двери навстречу ребятам. Открытие девятой школы стало настоящим событием не только для жителей Нивы-3, но и всего города. Сколько выпускников выпустила школа за полвека, сейчас трудно сосчитать. Но, по словам педагогов, они помнят всех своих учеников и гордятся ими. Мы выпустили 59 медалистов. Это золотые и серебряные медали. Среди выпускников школы очень много таких, но известных в городе людей. Я не буду перечислять, чтобы никого не обидеть. Но, я повторюсь, 59 медалистов, очень много выпускников на 4 и 5. За 50 лет, свой добрый след в школе оставили 455 учителей. Многие имена которых известны не только в городе и в регионе, но и за пределами Нурманской области. Имена всех педагогов, кто долго, а кто всего несколько лет работал в учреждении, занесены в книгу под названием «Это наша девятая школа». Над ее созданием и выпуском в печать на протяжении нескольких лет работала бывший директор школы Нина Васильевна Шифрина. Книга о девятой школе стала своеобразным подарком к юбилею. Материалы, которые она собрала в этой книге, они очень ценны, потому что собраны они были из разных источников. Начиная от газеты «Кандалакшский коммунист», помните такую газету, и заканчивая информацией из наших школьных газет. Очень много материалов исторических в этой книге, и еще она цена тем, что здесь собраны списки всех учителей, которые за эти 50 лет работали в школе. Это огромный труд, это огромный труд, который проделала Нина Васильевна. Низкий ей поклон и огромная благодарность. В школе номер 9 уже не первую неделю царит оживление. Здесь полным ходом идет подготовка к предстоящим юбилейным торжествам. Уже в эту субботу, 27 сентября, в стенах учреждения соберутся те, чьи самые лучшие годы, школьные, чудесные, прошли здесь в доме на Высокой 2. Специально для бывших учеников и педагогов, а по словам организаторов праздника, они ждут в гости даже самый первый выпуск, будет организована ярмарка сувениров, где каждый желающий сможет приобрести себе не только красивую поделку, но и электронную версию книги о школе. Учителя начальных классов СС-10 и 1-й школ стали лауреатами премии имени Ады Стрелковой. Эта награда присуждается ежегодно лучшим работникам сферы образования за мастерство и высокие профессиональные достижения. Имена обладателей премии по давней традиции официально объявляются именно 26 сентября, в день рождения заслуженного учителя, отличника просвещения Ады Саватевны Стрелковой. Одним из лауреатов премии Ады Стрелковой стала Наталья Евгеньевна Михайлова, учитель начальных классов 10-й школы. Молодая, активная, увлеченная, а между тем за ее плечами богатый педагогический опыт. Первый раз в первый класс в качестве учителя Наталья Евгеньевна пришла ровно 21 год назад. После института она по распределению попала в малочисленную сельскую школу в республике Карелия. Сейчас, используя в работе самые современные разработки и методики, педагог с улыбкой вспоминает начало своей карьеры и свой первый класс, в котором было всего 7 учеников. В Кандалакшу Наталья Евгеньевна перебралась 11 лет назад и с тех пор работает в 10-й школе. Говорит, здесь замечательный коллектив, а еще учителю начальных классов всегда везло на учеников. Конечно, не секрет, учителя устают, как и все люди. И порой кажется, что все устало, больше нет сил. Но стоит начать урок, стоит задуматься о проведении какого-то праздника или мероприятия для своих учеников. И этой усталости как не бывало. По словам Натальи Евгеньевны, новость о премии имени Ады Стрелковой стала полной неожиданностью, а еще очень растрогала ее. Такие же эмоции испытала сегодня и вторая обладательница почетной награды, учитель начальных классов первой школы Ольга Анатольевна Лукашева. Для своих учеников она мудрый и всегда внимательный друг, очень творческий и открытый каждому. В системе образования Ольга Лукашева 40 лет. В свое время ей довелось работать с Адой Стрелковой о талантливом учителе. Лауреат педагогической премии отзывается с особой теплотой. Я застала этого мудрого, великолепного, умного человека. И вот действительно, несмотря на то, что и сама работаю много лет в школе, я считаю таких людей, как Ада Собатина, настоящими корифеями нашей педагогики. Вообще, действительно, очень неожиданно для меня. И мне кажется, что, конечно, тут большая ответственность получить такую премию. И, наверное, все равно стремление как-то повышать свой уровень. Потому что любая премия никогда не останавливает. Премия имени Ады Стрелковой для кандалакшских педагогов – престижная награда. Это не только символ признания коллег, но и стимул двигаться дальше, не останавливаться на достигнутом. Заслуженная награда будет вручена Наталье Михайловой и Ольге Лукашевой в торжественной обстановке на празднике, посвященном Дню Учителя. И это все новости на сегодня. Далее рекламный блог, а после него прогноз погоды. Я же с вами на этом прощаюсь до понедельника. Увидимся с вами в это же время. Всего вам доброго и до встречи. Продолжение следует...